Летсплейные видео Не слышали или не понимают, что такое игра Legend of Grimrock Ну а в первой части она практически не отличается И давайте без лишних слов начнем новую игру, чтобы не терять темпа, не терять бодрость А также я хочу сказать, что ребят, если вы хотите, чтобы я ее прошел действительно целиком Показал я вам всю, ставьте больше лайков Итак, в игре есть три уровня сложности, если я не ошибаюсь, в первой части не было вот этих вот модов Еще внизу это Iron Man и Single Use Crystals В общем-то, ребят, если вы считаете, ну многие просто пишут, что игра достаточно скучная, нединамичная Я всем, вообще всем рекомендую начать эту игру играть на хардкоре, исключительно на хардкоре Ну вот Iron Man и Single Use Crystals, конечно, не используйте Что это значит? В Iron Man вы не сможете вообще сохраняться, кроме как на кристаллах А на Single Use Crystals позволят вам использовать один кристалл только один раз То есть это, ну, это не просто хардкор начинается, это садизм, мазохизм даже Но давайте я об этом чуть дальше расскажу, сейчас я вам покажу персонажи Здесь у нас есть навыки, есть атрибуты, есть трейдсы, ну такие же дополнительные плюшки Есть расы, выбор расы, есть выбор классов В общем, все выглядит очень строго минималистично, но при этом здорово, красиво Интерфейс стал краше со времен первой части, вот этого не отнять игре И тут, кстати, портретики можно выбирать для героев Давайте сейчас потыкаем и посмотрим, какой же кампанией мы стартанем наше путешествие Я думаю, вы все догадываетесь, кто будет первым героем из четырех Ну, если вы не догадываетесь, значит вы недавно смотрите мой канал Это, конечно же, ребят, будет Элиза Так, кстати, русскими буквами не печатается И, возможно, это минус, то, что игра на английском Но, на самом деле, текста, ребят, в игре не так уж и много Я бы сказал, даже минимум, то есть школьного уровня знания языка В принципе, более чем достаточно, чтобы понимать, что здесь происходит Я, ну, разве что записки не все могут быть понятны Второй персонаж, ребят, Задрот Его сделаем, наверное, рыцарем Потому что, если кто-то попробует сказать, что он не рыцарь Он всех обострет и докажет свою рыцарскую принадлежность Третий персонаж, Айсседай Великая, ну, не великая, а сильная волшебница это будет Но кто не знает, кто такие Айсседай Это орден волшебниц из цикла Колесо Времени Джордана Поэтому, мне кажется, иметь в компании такую вот девчонку Очень даже здорово Ну, мы не знаем ее имени, знаем лишь то, что она принадлежит к этому ордену И четвертый персонаж, ребят, это Волтер Вайт Он будет варить нам зелье Потому что в игре есть алхимия И кто, как не Волтер, сможет нам варить лучшие зелья Итак, вот такая вот у нас компания получается Лиза, которая отличный мечник Ну, Минотавр немножко, но это уже мелочи Задрот-рыцарь, который будет помогать ей не вздохнуть в этом путешествии Асседай и Волтер Вайт Ну, я раскину их атрибуты за кадром Чтобы не затягивать генерацию персонажей И уже покажу, что к чему я здесь пришел Итак, ну, естественно, алхимик И метатель у нас будет Волтер Не знаю, какое оружие еще ему можно придумать, если честно В мага я его решил не делать Асседай, естественно, это чисто волшебница Концентрация И трейты я взял тоже на улучшение На увеличение энергии Ну, энергия у волшебника это мана Задроту я раскинул Ну, специализацию оружия Чтобы он не мазал И, может быть, ему мускулы прокачать Но, мне кажется, две силы это не так уж и много Что бы стоило за это Считайте это классной такой обилкой Но, с другой стороны, почему бы и нет Даже не знаю, если честно Вот, может быть, что-нибудь там на агрессию взять Чтобы поагрессивнее было Или тоже там здоровье добавить Нет, ладно, давайте оставим мускулы ему И, Лиза, Headhunter Получает дополнительную силу за каждый череп Который есть в инвентаре Тоже специализация оружия Чтобы меньше мазать Я взял еще точность дополнительную Ну, чтобы уж прям наверняка гасить противников И... Так, стоп, почему такая низкая точность? Ага, я пять атрибутов еще не раскинул на самом деле Поэтому это надо сделать Кстати, вот, видите, кубик вот этот вот Ну, с точечками, с игровой Он позволяет вам случайно сгенерировать абсолютно любое, как видите, показатель Даже имена можете сгенерировать Ну, если вам уж вообще лень это делать Или вы хотите, скажем так, попробовать себя в чем-то новом То есть, вот вы прошли тем набором персонажей Которые вы себе придумали И считаете идеальным для прохождения И бац, сгенерировали себе полностью случайных персонажей Которых там не особо соответствуют их навыки с атрибутами И вот как-то пытаетесь это пройти По-моему, это тоже прикольно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот такая вот, ребята, у нас завязочка Корабль попадает в шторм Ну, по моим меркам, это был шторм И магическим образом его затягивает на остров, где он терпит кораблекрушение И четыре пленника Выживают, оказываются на этом острове И нам нужно теперь бороться за свою жизнь По-моему, завязочка очень даже не чешная Мне такие завязки, ребята, нравятся куда больше, чем когда Начинаются какие-то катсценные ролики, которые невозможно пропустить Там минут на пять, где там на экране появляются надписи такие И прямо во время уже этих роликов Там типа какой-нибудь соседа представляет Доилка денег семь И вот начинаются диалоги, муссонить Какие-то заскриптованные ролики Ладно, один раз это посмотреть Ну, а если я хочу второй раз игру поиграть Ну, сделайте это хотя бы в возможность пропускать их Но почему-то, ну, точнее, не почему-то Абсолютно рассчитанно делают более красивые вступительные ролики Чтобы завлечь аудиторию Но это убивает реиграбельность Точнее, вызывает сильную неприязнь Когда ты пытаешься второй раз поиграть Вот подобные старты, они мне куда больше нравятся Ты начал, тебе показали коротенький ролик Который ты, в принципе, можешь пропустить Потому что вот корабль потерпел крушение И ты все, остаешься наедине с собой выживать По-моему, это здорово Между прочим, в первой части у вас там даже ролика не было Ну, бюджета игры не было такого Там вы просто показывали несколько картинок Как четырех пленников сбрасывают на этом острове В такой, типа, колодце И они оказываются в лабиринтах, в подземельях Где выживают, кстати, вот из этих синих водорослей И будет Волтер наш варить зелье Итак, давайте я вам кратенько расскажу Ну, как кратенько Расскажу, что же такое Legend of Grimrock Потому что вторая часть, в принципе, не отличается от первой Изначально разработчики разрабатывали вовсе просто DLC для игры Но в итоге решили, что они слишком много поменяли в игре И дотянули вот этот DLC до полноценной второй части Между прочим, два года разрабатывали И здесь это не тот случай, которым нужно ругать разработчиков За то, что они DLC-шку продают за подвидом второй части Потому что это абсолютно не так Давайте разберемся, почему это не так Первая часть вы начинали исключительно в подземельях Точнее, всю игру проводили в подземельях Вот как первый раз попали туда Ну и там только иногда у подземелья менялся дизайн Прямо вот чуть-чуть текстурки менялись Где-то после середины, наверное, игры Соответственно, это вызывало у многих уныние Скуку, однообразность и так далее Вторая же часть сделана с графической точки зрения Просто фантастически и потрясающе Кстати, вот этот секретный сундучок я тут нашел Почему? Потому что вы начинаете на берегу Здесь очень яркие, сочные цвета Этого вообще не ожидаешь увидеть от мрачной Ну, грим-рок это... грим Это пугающий, насколько я знаю Рок это скала, то есть какая-то мрачная, угрюмая скала Получается легенда угрюмой скалы Название, то есть и первая часть она была действительно мрачная Там вот эти подземелья, отсутствие света и так далее Здесь же сочные, яркие цвета Или какой-нибудь... блин, не Фарскай, блин, как же он там? Фар Край, во! Этого не ожидаешь от этой части Здесь много таких локаций, то есть мы практически, наверное, половину Может быть чуть меньше, может быть чуть больше проводим Именно на ярких таких локациях Открытых локациях, что просто отлично Это здорово, то есть то, что разработчики сделали Непосредственно дизайн уровней, разнообразнее, ярче Это просто, просто отлично Так вот, первая часть вышла в 2012 году От финской независимой студии разработчиков И продалась тиражом в 600 тысяч копий Что просто колоссально на самом деле Ну, вы можете сказать, что Серега, ну какие колоссальные 600 тысяч копий всего лишь Вот какой-нибудь чит-де-фак продается там Пяти миллионными тиражами каждый год причем И приносит миллиардную прибыль разработчикам Но, опять же, здесь проблема в том, что эта игра не заточена под широкую аудиторию Она в принципе не заточена под широкую аудиторию Она не пытается угодить вам, абсолютно не пытается угодить вам И это в игре радует Кстати, я ключик забыл поднять, но просто просмотрел, кстати Вот видите, вот уже нет никакой стрелочки на том, что там лежит ключик Если ты косолапый, косоглазый То ты будешь долго пытаться найти какой-нибудь ключ для решения загадки Но если ты зоркий, ловкий и умелый То в джунгли тебя зовут Так вот, эта игра не пытается вам угодить Здесь эта игра про бои, про головоломки, задачки, ловушки Про то, как вы пытаетесь выбраться и решить, что же здесь делать Найти какой-то секрет Здесь очень много секретов, просто колоссальное количество Кстати, вот первая записка от владельца острова Давайте ее зачитаем Посмотрим, что он нам пишет Вон, видите, значочек внизу у него даже Приветствую вас на моем острове Я надеюсь, что ваше путешествие не будет сильно неприятным для вашего здоровья Я думаю, что вы найдете этот остров Самым красивым местом на земле Да и вообще прекрасным просто местом на земле Также у меня нет надежды на то, что ваше путешествие будет долгим Ну, ладно Мы его разочаруем в итоге И то, что я говорил, что эта игра не рассчитана на массу И является результатом того, что у игры всего 600 тысяч продаж И это очень много на самом деле Это как раз таки показывает процентное соотношение в какой-то степени аудитории Возрастной по возрасту аудитории Потому что детям здесь не будет, там, школьникам здесь не будет интересно Тут нету пыщ-пыщу ЛО, там, рейдов в Расти здесь нету Зато здесь есть боевка, качественно интересная боевка Здесь есть куча головоломок, которые, ну, многие Вы не решите, прям вот с первой минуты, прям сразу же скажете А, вообще все понятно, легкотня Придется посидеть, поломать голову Точнее, даже не так Головоломки здесь выполнены очень изящно, очень элегантно Они, с одной стороны, прям вот, когда ты ее решаешь Ты понимаешь, что насколько все просто Насколько все логично Насколько все очевидно Но когда ты не знаешь решения Ты пытаешься как-то вот это все сложить Этот пазл в голове И у тебя не получается сразу Потому что ты как-то сложнее все представляешь Но это, опять же, потрясающе Тут очень много головоломок, которые прям, вот, вау, классно Красиво, которые действительно дают чувство удовлетворения То, что они вообще в игре реализованы И вот, допустим, самый первый пример Это вот эти кнопочки 3х3 Ну, это самая обучалка Это локация обучалка Ну, здесь все, что нужно сделать Это иксом выложить предметы на кнопках Ничего сложного здесь нету Но если вы думаете, что дальше будет такая же легкотня То вы ошибаетесь очень сильно Так вот, вторая часть, она, в принципе, не портит ничего, что было сделано в первой части Ну, так как это, в принципе, как DLC выглядит У меня была идея даже, на самом деле, такой первый рассказ о первой части Точнее, ну, вступительный рассказ о первой части Для тех, кто не знает, что такое Legend of Grimrock на пару минут Сделать на фоне геймплея из первой части И чтобы игрок вообще не мог понять, где первая, где вторая часть Но, на самом деле, если бы мы стартовали во второй части тоже с подземелья То, вот, вообще, можно было бы не понять, что я начал играть во вторую часть, а не в первую Вот, но так как мы начинаем в ярких таких локациях Конечно же, вот эта разница бросается в глаза В остальном же боевка осталась прежней Полностью, правда, переработали атрибуты абсолютно То есть, раньше были непонятные циферки, там, меткость и так далее Здесь же сейчас сделали куда более очевидную Кстати, вот легенда Киллхагана Здесь сообщается, что у него второй по важности в жизни вещью Это был мечик этого капитана Потому что без него он не мог управлять его командой И вот как-то раз он этот меч потерял И команда перестала его слушаться Но это намек на то, что вот этой статуе нужно какое-то оружие Нужно меч найти ему Но это, опять же, очень такой ясный намек Что же вам нужно сделать В дальнейшем будут намеки, ну, очень расплывчатые Поверьте мне, ребят Так вот, здесь, в эту игру я рекомендую играть Исключительно на максимальном уровне сложности всем Потому что, ну, многие, я знаю, что пишут, типа, о, боевка здесь скучная Ты просто стоишь и кликаешь вот на оружие, на атаку Ничего интересного не происходит Но это лишь следствие того, что вы играете либо на легком, либо на нормале Даже на нормале уже играть сложно Я боюсь даже, как бы мне не перепроходить одни и те же места по 150 раз Потому что, ну, я не профессионал Ледженд оф Гримрока Но на легком уровне сложности все бои могут проходиться вот примерно так То есть вы стоите друг напротив друга и просто кликаете по ГД на кнопочки И это все, чем вы занимаетесь на легком уровне сложности Этого достаточно, чтобы пройти игру Но на нормале и харде этого уже недостаточно Вам нужно танцевать с каждым противником Крутиться с ним И, по сути дела, игра очень сильно будет напоминать Dark Souls Но если Dark Souls это экшен, в принципе, по геймплею То здесь это именно RPG Олдскульно То есть здесь кулдауны У оружия там разброс минимальный, максимальный Эта меткость зависит не от того, как вы кликнули А от показателей, опять же, и так далее, и так далее То есть это чисто RPG И, возможно, это многих смущает Возможно, многие, кто вообще узнают о такой игре, как Legend of Grimrock Кстати, здесь во второй части есть динамическое изменение Блин, черт возьми, времени суток То есть я подождал какое-то время и стемнело Это, опять же, вау Так здорово выглядит, если честно Так вот, многие, я думаю, кто на Ютубе первую часть вдруг увидел Или, там, вторую часть вот сейчас увидел Потому что, ну, многие каналы начали снимать эту игру И, да, ребят, вы знаете, что я не люблю снимать попсу То, что вот у всех на виду Но просто это тот случай, когда, ну, олдскул является в какой-то степени массовым В какой-то степени массовым И не начать эту игру я просто не мог Кстати, в Steam была распродажа Я что-то как-то люто профакапился Можно было за 60 рублей, ну, купить бандл И, по сути дела, за 60 рублей получить первую часть Но я почему-то, сломя голову, предзаказал только вторую И только потом уже увидел, что можно было сэкономить Ну, и первую часть очень дешево получить Ну, да ладно Так вот, ребят, несмотря на то, что в игре графика вот такая вот Хорошая, красивая, 3D-шненькая тут анимация Это олдскул, абсолютно олдскул И многие, именно вот в этом у них диссонанс создается Именно это у них Они, типа, сначала заинтересовались именно графончиком Типа, о, графон, тут какая-то RPG-шечка Сейчас мы тут вообще пыш-пыш-лолол рейды в расти Заходят в игру А здесь олдскул Тут нету пыш-пыш-лолол Здесь нужно думать над прокачкой Здесь нужно танцевать с противниками Здесь нужно формацию персонажей определять грамотно Здесь нужно головоломки решать Которые вообще непонятно, как решать Для многих будет Если уж как переворачиваться в Робокрафте Меня задолбали спрашивать То здесь вы вообще, люди, потеряются Уже отвыкли от такого Сейчас привычно, что абсолютно по каждой миссии Есть вам маркер Прям вообще такая линия на земле нарисована Как дойти от точки А до точки Б Куда нажать Какую скрипт-цену послушать Поклацать в варианты диалогов Которые якобы разнообразны И нелинейность какую-то якобы добавляют И всё ГГ прошли игру В итоге Вот она, RPG Современности Максимально упрощённая Максимально Оказуаленная И не вызывающая вообще никаких вопросов Чем меньше игра вызывает трудности Тем лучше Потому что, не дай бог, игрок почувствует себя тупым И не сможет какое-то место пройти Или, не дай бог, ему это место придётся перепроходить Он же начнёт бугуртить Батхёртить Писать капсиком В комментариях везде Что игра говнища И всё это ухудшит продажи Поэтому коммерческие Исключительно коммерческие Конвейерные продукты Идут по пути деградации Упрощения И делают такую кашку Максимально съедобную для всех То есть, вот что-то ешь Эту кашку И нормально Но здесь этого нет Игра Legend of Grimrock Так себя не ведёт Поэтому здесь вам будет тяжело Если вы привыкли К таким вот Современным RPG И именно поэтому Многие говорят Что эта игра их не заинтересовала Но та аудитория Которая более взрослая Более, опять же В какой-то степени Готовая к подобным играм Кто помнит времена Двухтысячных Там, где Всё именно так и складывалось Когда-то Когда RPG Были именно RPG-шками Которые не ведут Игрока за ручку Здесь также есть головоломки Опять же Которые могут доставить Удовольствие вашему мозгу Скажем так То, что вы придумали Как их решить А не глазам Потому что глазам Ну, много чего может Принести удовольствие Кстати Мы сейчас не пойдём Отдавать меч К этой статуе Потому что чуть раньше Была ещё одна статуя Если вы внимательно смотрели Которая Ну, вот опять же Можно просто убежать И забыв уже о той статуе А можно и не убежать Сказать, прежде чем мы пойдём К той статуе Мы здесь копнём немножко Вот опять же Спрашивается Почему здесь нужно копать А не где-то в другом месте То есть этот сундук Можно просто-напросто не найти Ну, там есть подсказки На самом деле Как искать этот сундук Здесь мы находим Дополнительные шмотки И зелья То есть, видите Тут Очень много секретов Здесь колоссальное количество секретов Вы можете просто пробежать Сломя голову Но У вас не будет шмота Если вы играете на харде Вам будет, ну, вообще Тяжело это проходить Но Это интересно Искать эти секреты Я думаю Те, кто играл Вот в первую часть Поймут у меня Что такое паранойя кнопок Кто не играл Тот не поймёт Кстати, вот Золотой ключик Это очень редкие вещи Их очень мало в игре И Есть специальная локация Точнее, даже не локация Специальное, скажем так Помещение Где точно гарантированно Есть супер-мега Классный шмот Он открывается Эти двери Только золотыми ключами Но там нужно Опять же Разумно поступать Вы не сможете Открыть все двери Золотыми ключами Их куда больше Чем самих ключей Но Вы с умом Будете это использовать Так вот Паранойя кнопочек Когда вы оказываете В пещере И на стене Может быть Кнопочка находится Вот видите Открывается И Они часто Не попадаются Вам на глаза И вы начинаете Просто Тереться Головой Об эти стены Чтобы найти Эту кнопку Не дай бог Не пропустить Найти еще Какой-нибудь секретик Вот так вот Оно выглядит В пещерах Но, ребята Я думаю, что Первую часть На этом я буду заканчивать Пишите комментарии Ставьте лайки Свои мнения Я продолжу рассказывать Дальше Увидимся